Такое же ощущение, чем лично, но и все-таки сложнее, потому что если перс у нас одет в одежде, то в данном случае одежду он не одет. А это у него корпус, она ведет, видите, да, смотрите, какой отличный баланс корпуса хвоста и головы. Он компактный, правильно разбивающийся, с цвета и развития, с толстым хвостовым стеблем, с детской, но очень короткой, непрелекающей структурой шерсти, великолепный окрас. Замечательная форма головы, маленькая ручка, в которой широко поставлено, большие круги глаза, очень короткий нос, практически, если мы смотрим, нос это на самом деле, это нос. Это нос, но у него есть, но она немного уходит в середину, в результате то, что мы видим переход выраженный, называется стопом, здесь как восстанавливается пальчик. Выражение лица, ну, это лицевая часть, персовый звук образована по горизонтали, видите, как интересно, да? То есть не так немножечко, как у других пород, а вот так вот разломано, большие глазища, и такое выражение лица называется детский. Это baby face, детское выражение лица. Такое же выражение лица поощряется у шотландских, кисловых, городской, кисловых, именно вот открытая, не экзотическая, я повторю, чтобы вы не думали ничего, а именно открытая и разломанная с большими глазами. Вот такое, например, заображение лица. Вам нарешенный палец, в отличном формате, очень гармоничный, очень правильный, совершенно спокойный, прекрасно себя показывает. А ты, что балансирует, хорошо воспитывающий. Спасибо.